О медицине. 4 миллиона женщин в России страдают эндометриозом. Это заболевание, при котором внутренняя оболочка матки, эндометрия, резко разрастается. В результате у человека может возникнуть анемия, бесплодие и даже рак. С заболеванием активно борются алтайские хирурги. Показательную операцию с новыми методиками сегодня в Краевом перинатальном центре провел профессор и акушер-гинеколог из Москвы Сергей Штыров. В медучреждении уже умеют проводить такие операции. Это малоинвазивные процедуры, при которых на животе пациента делают прокол. Через него вводят аппарат и с помощью камеры и подсветки оперируют внутри. Без крови и разрезов. Единственная проблема, которая часто возникает у алтайских врачей во время процедуры – потеря женщиной части яйцеклеток. Каждая женщина родилась с определенным количеством яйцеклеток. И наша задача максимально сохранить при операции, при операции убрать только патологию и оставить тканечникой максимально нетронутой. И поэтому Сергей Вячеславович нам это очень ярко показал, проиллюстрировал. Эндометриоз встречается у каждой десятой женщины в мире, рассказывает профессор Российского национального исследовательского медицинского университета Сергей Штыров. По его мнению, от этой болезни никто не застрахован. В группе риска и взрослые женщины, и подростки. Лет 30 назад я прочитал в одной из статей, назвали эту болезнь болезнь женского карьеризма. Вкладывая туда тот момент, что это чаще возникает у пациента, который откладывает процесс деторождения, у которого бывает много абортов. Но в настоящее время, когда мы эту патологию выявляем у молодых пациенток, в 16, 18, 20 лет, то есть с начала менструальной функции, конечно, этот термин не очень, скажем так, телесообразен, но, как правило, это пациентки репродуктивного возраста. Кроме болезни женского карьеризма, у эндометриоза есть и другое название – болезнь теорий. Врачи до сих пор спорят о причинах этого заболевания. Кстати, эндометриоз протекает бессимптомно, поэтому обнаружить его можно только на приеме у гинеколога. Специалисты советуют посещать его не реже, чем раз в год.